Продолжение следует... 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 поскольку нам это всем близко, сегодня именно ее использовать. Но здесь есть одна очень интересная подробность, потому что когда мы забирали переводы Ридера до Кирпенко, Джона Дона, или, господи, прости, Лилева Шекспира, то, я бы сказала, вполне основательную и извинительную причину, авторы наперекот не являлись. Но вот была такая неприятность, они маркировали своими обязанностями, поэтому у нас, собственно, существовала такая достаточно сильная традиция, когда мы начинали с того, что мы, собственно, этот текст пытались развинтить. Вообще наше представление о доступном переводе, оно заключается в том, что прежде чем ты начнешь свинчивать по-русски, ты должен развинтить это на языке оригинала. Валерия, тебе тут, вам тут стул, посмотри, прям специально для вас, вот здесь, в кредитингах, да. Вот, значит, сегодня я надеюсь, что наша задача вообще наполовину будет облегчена, потому что есть кому отбываться, есть кому развинчивать. Евгений с нами, и я бы хотела вот приначале попросить Евгения немножко рассказать, вообще об этом цепь, в том числе и самое, как называется, «Солнце пилой», рассказать о, может быть, немножко о, ну, грубо говоря, не столько, наверное, на своем общем подходит поэзии, сколько к тому, на чем основан подход к созданию вот этих конкретных текстов, и после этого мы попробуем, собственно говоря, вот, может быть, как-то основываясь на этом, может быть, мы будем спорить с Евгением и говорить, что вы ничего не понимаете, собственно, если вам будет лучше ваше, мы разобрались, потому что с Джоном Доном такое бывало, бывали случаи, когда мы, в общем, как бы лучше его понимали, что там было, что там было. Он с этим прохожайся? Ну вот я уже сказала, что он по объективным причинам нам на семинары не являлся, поэтому его никто не спрашивает. То есть вот я надеюсь, что у нас будет какой-то такой вот живой диалог. Да, я уже как-то померяю писала этот письмо, но это замечательное наблюдение о времене Северо-Запада, когда, опять же, вот эти вот переводы впоследствии были опубликованы в язычные книжки издательством Северо-Запада. Вот, значит, торговый отец говорил, книжку Джона Дона магазины заказывают очень хорошо, потому что все читатели хотят знать, кто же там уснует. Вот. Я больше не буду вставать, я не знаю, зачем я вставу, потому что мы все дальше будем как бы сидеть. Вот. И Евгения, тогда мы сначала вам вскоре. Окей, хорошо. Значит, что я хотела бы сделать? То есть для меня идея этого цикла, а я до сих пор работаю по циклу, то есть у меня были часы на первые четырнадцать восхищений, но сейчас уже в два раза больше. Я стал как бы... Я хотел написать традиционную поэзию. Как бы поэзию, которая для меня важна. И в принципе, как бы, ну, в западных проекциях, да, самое главное, который жанок, это персонел. Ну, по крайней мере, для его периода, для периода, когда я занимался персонал. Это жанок очень интересный. Где... Дана не только тематика, но в принципе дана целая антология отношений, как бы, ну, как-то просто Петро-Океанский. Ну, вот, короче, санат, который идет от Петра, идет от Петра, идет от Дабы, даже Труфагон. И в принципе, как бы, ну, на поверхности это глобные стихи, но... Ну, это только на поверхности. И... Этот жанр, который, в принципе, был главным жанром лет 200-300, да, и не очень понятно, почему. Это жанр, для которого так же очень важен, то есть, который так же характеризуется вот именно игрой слов, и игрой, с одной стороны, как бы, ну, оппозициями, да, как у Петра, ну, я не знаю, там, я горю, как лед, вот, я, ну, понятно, да, вот такие, как бы, парадоксы, с вами, ну, с другой стороны, как отчасти так, ну, как в основном, как бы, в барочной версии, там, у Жан-Десконт, у протестантского поэта, когда берут слова с разным значением, но с очень похожей формой, и сталкиваются. То есть, это такой экспериментальный жанр, хотя бы, очень важный. И этот жанр, как мне кажется, он очень политический, потому что он, в принципе, по-настоящему, он о отношениях с властью, ну, как бы, не обязательно в любом смысле, хотя, скажем, «Олтер-Ралли» пишет «Сонет» и «Лизаветь», да, именно «Олтер-Океанский». И он о силе и бессилии, то есть это уже именно в Петра-Арке. И, ну, короче, как бы, это не театр-но-веческая лекция. Что мне было интересно? Мне, метро-лифмы не были очень интересны. Хотя они обычно в «Сонете» присутствуют. А «Необычном» в «Сонете» присутствуют в 20-м веке уже нет. То есть целая традиция британских «Сонетов», как, например, «Тет-Беррегов», где просто почему-нибудь так и не читать. То есть, а формы остаются только 14 строк, я правильно понимаю? Вот 14 строк, но все-таки я знаю, не обязательно. Нет, нет, нет. Во-первых, есть логическая форма, да, то есть поворот на девятый, и что-то, и на 14-м что-то происходит. Ну, нельзя, как воросский «wipe out» как-нибудь. Да. Но, кроме того, очень сильная густота языка, и где, как бы, главный принцип классической поэзии, ну, что форма несет в себе смысл. Он просто, как бы, я не ставлю его в конец строки, а размазываю его после текста. То есть я правильно понимаю, что из основных тритий макарсоната здесь, грубо говоря, это мутация смысла одного и того же «смут-слова». Вот оно по ходу текста сквозит, преображается. То есть такая реактивация происходит. И второе – это то, что здесь есть некая смысловая, вот свойственная сонетку смысловая насыщенность с некоторыми внутренними перископами. И логическая форма. И логическая форма. Вот это вот три признака сонета, которые мы должны здесь, ну, которые мы должны обратить внимание. Мне что еще здесь? Можно тоже вопрос? Ну, мне кажется, что если... Чем подробнее. Мне кажется, что... это сонетку всякие уважения, они не всякие нужны, но все-таки... в основном, еще сейчас, я еще чуть-чуть элитронически выявил, на том положении, что есть тезис, первое, который нет. Да. анти-тезис, вот. А, ну, и дальше некое разрешение поставлено на проблемы, вот, скажу близким мне образом, это такая, очень, слушай, сипологическая штука, когда есть как бы неразрешение противоречия, которое должно разрешиться в перцентах, или, в общем, как вы сказали, поворот на девятки. Да, и вот эта риторика, металлическая, не знаю, псилогизма, идеологизма, она, в общем, в хорошем составляете в ладе. Насколько это было существенно? Это существенно, ну, то, что, как бы, тезис, анти-тезис, синтеза, это для меня не очень существенно. Существенно какое-то движение. Но, но, как модель строки, тут синтоксических конструкциях, я не уверен, насчет этого стихотворения, думаю, ну, короче, тут очень часто идут вещи, которые просто похожи на логические пропозиции. И одна отвечает другой, но они все идут в клипы. Не нужно? Я объясню, свой интерес, я еще мудрец занималась своими соединениями форумов, поэтому я именно развитие, да, но я занималась в 20 век, что, почему, да, как они продолжаются, что я в 20 веке, когда классическая традиция Владимировна очень права, но не в этом условии. И вот сейчас совсем вообще не в этом условии. Поэтому мне очень реально интересно, вот, кроме чего, то, что вы говорили про стихотворительную стихотворительную порядок, но ведь это не только сонет используется, но и в критике все их используется. Да? И там какие-то логические кондиционные связки. А все-таки от сонетов, я просто, чтобы вы могли бы проще понять, могли бы, пожалуйста, еще рассказать, а что от сонетов по 14 строчек? переход на 9-й, но я очень сильно, потому что я литература вежливая, профессиональная, я очень сильно стараюсь об этом не думать, я очень сильно стараюсь писать инстинктивно, потому что когда я начинаю думать об этом рационально, то улучшается просто дерево, а не у нас. Я очень хорошо это понимаю, и пойду в него вопрос будет открыт, да? Тем не менее, когда карта для дискорритетов, мы уже в глаза это не смотрим, она уже сохраненная, и что-то про нее начинает понимать, так сказать, конечно, чем меньше понимает, что вы из них, тем лучше. Но с вашей точки зрения, это самое, понятно, что это свободно, сочетание этой формы, но он в гематической возводе к итальянскому или к английскому сонету. Это очень важно, потому что к шекистерскому или к итальянскому сонету с двумя нормальными тракцетами, соответствующей ритмовкой и так далее. Почему это важно? Потому что это важно тем, как соотносится между собой и от строчек. Да-да-да, это очень хороший вопрос, но он как бы к итальянскому, но через английские образцы. То есть не то есть через лайт или того же дона. Да, у дона же у него очень много дать смысле. Лайт. Да, то есть вещества много? То есть здесь что вещества? Нет, здесь именно 8, 6, здесь не 4, 4, 4, 2, да, нет, 100%, 8, 6, 4, 4, 4, 3, да? У меня есть предложение, давайте перейдем к конкретному тексту 10-го санэра, и давайте немного быстрее посмотрим на него, потому что опорные слова это опорные слова это reading, writing, rhetoric и на самом деле на мой, если я так понимаю, не получается, потому что там есть опорные слова, опорные слова это reading, writing, rhetoric и на самом деле на мой, я так понимаю, дальше там да, ну, frame тоже, да, frame предыдущим стихотворением, предыдущим стихотворением все про равновесие, невозможно сказать про опорные слова, потому что здесь слова слова вот собственно это произведено совершенно мягко и построено это как слова которые отсылают другому слову собственно и должно writing and reading отсылать друг другу только о словах беда в том что мы делаем состояние с да, но поскольку существуют еще какие-то автономные объемы которые имеют или какие-то силы автономные которые которые нас frame да, и там собственно непонятно кто со словами делает если учесть что субъектом высказывания или субъектом действия являемся мы которые пишут и читаем но при этом не хочется что вы немножко опережаете поиск поиск вы используете поиск извираться да давайте я не переводчик вообще да поэтому вы говорите про то что отсылают к словам бедным переводчикам к сожалению я переводчик с невинной англической а вот здесь приходится думать о том что если у нас есть слово reading которое повторяется в этом тексте постоянно то нам придется этому слову искать какой-то системный эквивалент то в этом случае потому что я не знаю я не очень знаю как его искать но одно решение у меня есть 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 гораздо большее потому что среди еще ладно а вот как мы разобрались вот евгений давайте тогда может быть ближе к этому тексту вот конкретно да знаешь послушаем да 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 и да да Продолжение следует. 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 Да, то есть такая замечательная совершенно красота, когда нам надо попытаться сохранить вот эту вот сложную литерацию. Супер, господа, вы с вами выглядите, поклонно. Вот, потому что на самом деле это, конечно, вот замечательный момент, в котором происходит смыкание и не смыкание. Вот, единственный другой жанр стихов, которые настолько же невозможно перевести, это простейшие детские стишки в любом языке, потому что простейшие детские стишки, как правило, основаны на, как бы, ингерентных свойствах языка, вот, которые вытаскиваются и жили у бабуси, бабища у лангуси. Ну вот это совершенно невозможно, да, это невозможно передать на другом языке, потому что здесь это все основано вот на бабуси, гуся, это то, что есть в русском языке. Да, я не знаю, что это не гусь, не бабуси, а не гуси, собственно, субъектностью не обладают. Нам совершенно наплевать на них, да? Да, нам наплевать, что это гуси, нам наплевать, что это бабуся, но это просто вот некая естественная вышедшая фраза. Вот так же и здесь мы, собственно говоря, как мне кажется, Евгений, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы постоянно работаете на созвучиях английского языка. То есть вы берете английский язык, как его, ну, грубо говоря, музыкальную фразу, и внутри этой музыкальной фразы вы сочленяете прежде всего звуки, а уже сочленение звуков включутся собой смыслом. То есть не наоборот, мы как бы не смысл оформляем звук, а звук оформляем смысл. Вот, что здесь. Вот, как мне кажется, главное, так сказать, главное свойство этого языка. Вот, Валер, я, может, не права. Что, Валер? Вот. Вот, на самом деле, кажется, в таких случаях надо знать, а есть ли какие-нибудь аналоги, довольственные сети? Да, вот. Как хорошо, что здесь есть Валера, который все это называет. Я, честно говоря, вижу пока один аналог. И это герой Саркира, причем не сонет Герой Саркира, которые написаны достаточно традиционно, а такие стихии Саркира, как, скажем, Гури, как его предложение Солновы. Да? Ну, что же Солновы? Солновы. Да, да. Они построены абсолютно по таким же принципам. Абсолютно. Да, но там тоже каждый слабонный стих. Ну, это герация, 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 звуковые методы. Я тебя хуже не знаю. А сбой это, то есть, раз и резко. Да. Значит, как мы только что выяснили, Александр Уссоя по принципу антитезис-синтезис, значит, Саша у нас антитезис, я буду так, как и синтезом, и скажу, что на самом деле, на самом деле, вот это почти голосоладая, когда берутся слова случайно, но друг по другу похожие, что из их столкновения, там, злига, там, у кого он рождается в ресурсе, здесь уступал нервный, злочный. Ровно на этом принципе построены детские стихи, которые почему не переведены только, несмотря на то, что в нижнем вышла тропасть, вывел поэт, а все девизы, которые он переводил Санкир. Кружили лучше, но вот он, поскольку он умел какие-то такие штуки, то дальше от девиза, собственно, росла вот эта детская версия древиза Санкира, которая тоже вся построена на такого рода, значит, вот, все еврейские, советские еврейские поэты, очень хорошие, очень хорошие, безумно популярные в 50-70-х годах, у него уже 50-х русских переговоров, но очень хорошо, ну, естественно, они тоже выходили, естественно, в 50-70-х годах, когда это не делал категорически, ни в том, в советских странах, он писал такие совершенно бескоправедные, нервные, очень-очень русские, а потом стал таким вот детским поэтом. То есть тут все-все-все за разы есть, и Санкир, и детские стихи. А вы дешевле дешевле, дешевле, дешевле. Нет, просто слово было детские стихи, Санкир, что я могу делать? Я ведет спровоцирую. Вот, Евгений, значит, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, да, скажите, пожалуйста, кто такие вы? Ну, в смысле персонажа, это книга. Вы, это, в них включается автор или нет? Ну, не всегда автор включается, да. В том, где автор говорят, ну, нервный, да. Но, то есть, нет, ну, честно сказать, я знал. Но вы интересны тем, что это, может быть, два человека, три человека, четыре человека, пять человек, шесть человека? Понятно. Нет, смотрите, это, как бы, это, как бы, некий лирический герой, да? Вот это, вот, некая дыра конкурсуна, или это читатель, или это кто? Это внешнее, или это внутреннее, или это просто просто? Мне кажется, что здесь между лирическими героями и писателями и читателями в этом разе абсолютно нет разницы. Но этот цикл здесь, ну, здесь периодически прыгает с другими темами, потому что это может быть и двое, но также писатель и читатель. Понятно. Можно у меня есть вопрос? Ага. Считается же... Слова... Ну, достаточно, что у них нет нескольких значений. А, собственно говоря, все эти всегда пользуются, потому что поставить какое-нибудь слово, которое, если слово, точнее, поставить два значения, мы в некотором смысле видим, сквозь первое значение, прицание второе, да? Да. А при этом два значения, которые присущи одному англическому плодону, не совпадают с этими двух значениями, которые присущи русскому плодону. Вот, скажем, со словом «поить», да? Да. Так. У него есть два значения, которые по-русски передаются двумя с чего разными словами. Да. 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 Проблема в том, что здесь активируются все значения. Совершенно верно. Это видно очень. Это видно, просто это видно сразу. Видно, не дочитают. Но это и есть традиция с анетикой. Это, хотя, как бы, я говорил, что Петварка, но Шекспира, как бы, вот именно эта техника такая. Да. Ты строишься, значит, так, что там два-три значения работают одновременно. Ты не можешь какие-нибудь. Да. Ну, да. Тут у многих присутствующих, довольно много переводителей, там, и Добла, и Спенсера, и Роун. Сиднее. Да. Сиднее, да. Сиднее, да и поневоле будет ухажаться. Вот, хорошо, Евгений, тогда следующий вопрос. Вот этот вот перелом на восьмую строчку. Не могли бы Вы показать, как это здесь происходит? Что здесь происходит? На девятый. То есть, на девятый? Ну да, на девятый. То есть, я правильно понимаю? Просто здесь возвращение к началу. На девятый. Да, на девятый точке. Мы были восьмой строчке. Мы были восьмой строчке. Да, 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 да. То есть, а в чем, то есть, у нас, в чем вот этот перелом? То есть, мы, грубо говоря, мы прошли вот здесь какую-то логическую цепочку, да? Вот дошли до этой точки. Да. И мы начали какой-то второй тон или мы на ледом? Я не знаю. Видимо, ритмически здесь убостряется, да? Ну, наоборот, здесь строка растягивается. Здесь у нас, конечно, идет бум-бум-бум. Не-не-не, строка растягивается, да? Но предложения становятся короче или больше все такие. Как будто смотрите, все же внутри строчки. И тут кажется, как раз в руки лидеризма, а не в руки слух. Да, вижу я. Да, грубо говоря, на самом пространстве логики, да, с девятой строчки, как бы сказки ночмёра отказываются значимым, не просто, где лишь слабо. Да, да. Можно считать, что это очень сильный, так сказать, с вами. Это действительно очень сильно, но дело в том, что, ну, я правильно понимаю, что вот, тем не менее, вложенного смысла в чистом значении этого слова здесь нет. То есть у нас нет какого-то вот движения мысли от начала до конца, у нас… Нет, нет, есть… А какое тогда? Какое? 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 Ну, это очень трудно сказать, потому что оно не линеарно. Ну, скажите, не линеарно. То есть, смотрите, я вижу здесь движение звука и движение образа. Вот это я вижу, а движение мысли я весь не вижу. И мне очень, мне это как бы, как переплодчику очень важно, потому что… Я не очень понимаю движение образа, потому что… Но… Но… Image dynamics versus dynamics of sense. Или dynamics of meaning даже. Вот сюжет… Как это произойдет? Может ли там… Да, как бы… Здесь, может быть, просто усиливается. Здесь о контроле, ну, как бы, там, о чем стихотворение. О то, что язык контролирует человека, но человек будет… Женя, а вот reading, writing, rhetoric, arresting – это и есть эти самые агенты? Я так понимаю, что да. И вот для меня вот эта строчка, reading, writing, rhetoric, arresting – она ключевая, потому что в ней заключена как бы вся совокупность того, что было то и что будет после. То есть вот… Для меня-то как раз центральная была нить пятая, да, а вот это какая-то, раз, два, три, четыре, пять, пятая, да? Начало второго… Слово более катрена. Да, начало второго катрена, в котором нам дается сумма сущностей, которые у нас здесь рассматриваются. По тяжелому стечению обстоятельств, все эти названия, всех этих сущностей в английском языке попадают вот в этот, как бы, звуковой рисунок. И… В общем, они начинаются на «Ар», «Р», 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 «Р». И, значит, мне нравится, что это есть агенты, да, вот эта катрена? Да, ну здесь… Окей, здесь еще, значит, в цикле, особенно к концу цикла, очень сильно начинается, как бы проявляется тема «20-ой век». Одиннадское стихотворение, которое мы тоже прочли, оно по Берлин, но оно построено на… Я очень долго пытался перевести фразу «верк властелин», и это «century», «century» как «верк» и «century» как «центурия» римская, да? Я придумала для этого великолепно обраганное решение. Судни лет и в судни их. А, судни лет. А если пускаться, если пытаться, то мы действительно раз, когда, как бы, мы, вот, профессиональные у нас и порядки, там, разбиваем на таблины и процессы, да? Крученый, с первой такой речи, да? Появляются агенты, да? Остановленные агенты, да? Которые нас, вот… Которые оборуживают, да? Ну, или подставляют, допустим, представляют или арестовывают. Или обвиняют нас. Или обвиняют нас. Или обвиняют нас. Да, Александр, как это? Ну, вот, это просто криминально-криминцейская. Ну, здесь агенты происходят от слова «печенцы». Которые, я не знаю, как русский на русском. Да, понятно. Не агентство. Я понимаю. В смысле, «октанство». Чего? Ну… Нет, «печенцы», ну, кто обладает некими… Да, да, да. А мы не обладаем. Мы не обладаем. Скажем так, они не столько агенты, сколько агентов. Да, да. Вот есть такое… Агенты. Ну, да, да, да. Есть какие-то мысли, которые мы оборужены. Да. А, 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 весом. Ну, я проявлю. Я проявлю. Ну, ты не знаю. Они обладают. Они обладают. Они обладают. Они обладают. Они обладают. Да? Да, это… Дальше… 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 Речь идет о том, что… Вот эта строчка, вроде бы ранее… Это… Развитие передущей строчки, то есть это относительно аппарат, или это описание, допустим, наших действий, да? Потому что дальше речь идет о жанре… И то и другое. И то и другое, да? Плюс – это перечисление этих агентов. Да. И это не агенты. Мы же не знаем. То, что мы… Они автономны. То, что мы делали, у нас… Оно авторомно. Одно раз. Одно раз. Да. И дальше… Мы являемся, собственно говоря, субъектами вот этого истия, да? То есть мы вроде бы… We gave reading. Arrest. We wrote. Но проблема здесь будет заключаться. Ну, если я правильно понимаю, что мы – это. Да. А не вот эти самые автономные agents, да? Которые, значит, мы окружены, охвачены, да? Заключены в какие-то рамки, да? Находимся под их влиянием… И вот так, что… Мы не делаем… Часто. 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 Ну да. Да. А о… Что с нами и проявляется? Часто. Ну да. Часто. 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 То есть, я так понимаю, что вот с этого списка агентов, вот ну, будем называть их ограниченщиками, да? Из этого списка у нас уходит риторика. Вот риторикой я здесь понимаю, ну, грубо говоря, формальный смысл, да? После чего мы остаемся либо опешивши, либо под аресом. Давайте мы спросим у автора специалистов из 17-го века. Жень, а что ты понимаешь, что интуиция здесь? То, что мы говорим, мы говорим тропами и фигурами. Или смысл, который у нас возникли, или смысл, который у нас возникли. И поэтому, поскольку они существуют до нас, поэтому это такие же агенты. То есть, насколько я понимаю, еще раз повторюсь, текст посвящен тому, что наша вроде литературная и культурная деятельность для нас, собственно говоря, не нами, они на них дирижутся, а мы являемся некоторыми, так сказать, митлерами, посредниками, значит, это самое, да. И при этом пассивными, да, как бы, я так правильно понимаю? Если позволяет нам выступать в активной роли, ну, в принципе, мы, конечно, являемся какими-то пассивными действиями. То есть, они могут приобретать какие-то имена, в принципе. Ну, хорошо, почему вот в середине стихотворениях появляется вот эта пауэр-рапер-украска? Мне кажется, это очень важно, да, потому что здесь происходит какое-то изменение, да, какое-то движение, какое-то развитие движения, вот что-то произошло, что-то с нами случилось, да. И вот в самом конце катренов, да, причем первый катрен, по идее, да, катрен, так сказать, да, катрен, то есть, катрен, они, да, берут тезу, да, и вот в конце задания тезы, да, происходит какое-то резкое изменение. Вот, вот, надо даже что-то изменение. Ну, причем, как бы, по-английски, a better, left, as, это она вышла из комнаты, а a better, left, as, rested, она не выходит из комнаты. Да, да, да. И вот как это совместить? Понятно? Я прошу обращения, вот это, как у вас, многозначность и значность игроков, и тут, поскольку без конца повторяет слово арест, в разных смыслах, там во всех, я вспомнил только один русский, да, вот, ой, это, ну, простите меня, ну, да, это, конечно, что идет о моем простом, хорошем филологе, впоследствии поэте Василь Смолчачевне, который, как ты знаешь, по некоторой случайности, всю жизнь писал ту эпидемию. Вот он, вот он, вот, санитописность, я бы сказать, и больше ничего, написал вот в чем-то он будет. Вот, ну, правда, он еще не будет писать эпидемию, и в конце, ну, 30-х годов, и писал автоэпиграмму, вполне сбывшуюся, а, значит, о том, как, в общем, хреново ему живется, а последние строчки звучали так. Ну, вот, что, раз, так, сейчас я пишу телефон, извините. Извините, пожалуйста. Алло, Соня, что-то срочное, я перезвоню. Значит, это значит, будет, что, как он все время, неудачно складывается в советских странах, а последние строчки получали так. Я, как эпидемия в Амрите, живу лишь в ожидании ареста. Вот это был тогда тот способ. Вот это был тогда тот способ. Это был классный, да? Это был тогда тот способ. Да? Что вы этим хотели сказать? Ну, он был формул классик. Что? Ну, это из статьи Алексеевича «Вижа нуля», да? Где, в первую строчку, испоем демаловский сюжет, и он свершил из торжества арестовали мужество. Ну, вот, подожди, а это пример того, как есть эти слова, в русском языке грюкотейцы звучат не так, как звучат в по-минском, да? Потому что, словами, вот это как бы проблема же перевода, да? Использовать переводы слова «Айнэ» здесь невозможно. Ну, да. Евгений, у меня к вам последний пока вопрос, потому что мне кажется, что нам немножко надо перейти к синтезу. То есть давайте под обсуждение от развинчивания попробуем немножко перейти к свинчиванию. Да, вопрос, просто самый простой технический. Я здесь могу получать этот текст, с удовольствием врачом, с удовольствием, с удовольствием разбираться, ни в чем не задаваться, естественно, но одно срочко, просто физически не знаю, на уровне простой слухи. Что имеется в виду вот с этим происходить? Я же как раз это только хотел спросить. 13 на 149, я тоже хотел спросить. Для этих сын хоть что-нибудь. Ну, вот это. 13 на 149. Что? 13 на 149. Что да? 14 на 149. Мы читали с калькулятором, никто не кинобал. Нет. Что сделали? А вот врачи к калькулятора. Сейчас. Т.е. на первую очередь сказали что-то гораздо более глубокое, и даже не попробовали с калькулятором. Да. Мы следовали, не думали, что это интересно. Страти такого дела не найдут, ребята. 12 с половиной. Как? Как? Можно. Но. 1937. Да. Да. Ага. Это все понятно. Как видение вам виду. Да. Да. Все хорошо. Да, у меня как видение. Как видение. Вот. Значит, ну вот, дальше, поскольку у нас есть несколько человек здесь, которые каким-то образом совсем одинаково работали дома, давайте попробуем немножко попробовать, хотя бы, какие-то решения, которые вы придумали. Если не выгрожаете, я начну с сумнеля, то есть начну с себя. Значит, с моей точки зрения, все здесь совершенно ужасно для переводчика действительно, потому что вот со столь сложными задачами я сам была действительно работой, которые я даже не делала. Вот. Но я посмотрела на этот текст вот именно с этой точки зрения, то есть с точки зрения движения и связывания звука. На мой взгляд, иной опоры у переводчика здесь просто нет. Кроме, может быть, еще и ритма, но ритм, по счастью, немножко позволяет с собой использовать. Вот. Значит, посмотрела я на агентов, посмотрела я на эту вот общую, значит, как бы идею перехода слова «arresting» в два разных смысла, и пришла мне в голову одна единственная идея, которая может быть не очень классно, но, с моей точки зрения, что это может быть и приютивно. Она мне очень интересна. Значит, в русском языке, то есть я пошла от того, какие в русском языке бывают агенты. Агенты бывают всякие разные в русском языке. И потом я вспомнила, что в русском языке есть такое устойчивое и, в общем, как бы, как мне кажется, по смыслу сюда попадающее в изображение – это агенты охранки. Да? То есть… Конспирологически хотите вот эту область передать? Вы знаете что, честно говоря… А тем, как я не делаю его эпоху кожи, да? Мне… В данном случае мне, как бы, насчет конспирологичности, опять же, мне вечно тут было совершенно не до конспирологичности. Мне было до хотя бы какой-то области выставить какой-то ряд. Да, главное послушаться. Вот, да. В русском языке снова агент, конечно, в силу особенности отечественной истории, воспринимается прежде всего так, да? Да. А в области он все-таки имеет… Имеет. Имеет. Но нам тут никуда, значит, не деться. Значит, дальше я понимаю, что агенты охранки, они, в общем, в этот текст не сильно везут. И дальше я делаю следующий шаг. И агенты охранки у меня прекращаются в агентов огранки. То есть… Ну, от фамилии товарищи огранки. Вот. А дальше охранка начинает играть в сторону гранить и ограничивать. Вот. Игранки чуть-чуть. Игранки, да. Вот. Игранки. Игранки и, может быть, рамки. Игранки. Вот. И значит, вот из этого, вот из этой вот цепочки у меня выстраивается хотя бы, хотя бы приблизительно какой-то ряд для этого несчастного, черт его выбери, арестин. Саша, а у вас есть какой-то вариант перевода? Да. Да. И я тоже. Ага. Он сидит. Игра. Он… Игранки и границ. Игра. Игранка. 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 Я не уверена, я даже не знаю, стоит ли это читать, но давайте я прочитаю, как бы вот тот текст, который, это скорее набросок в данном случае, но давайте я его прочитаю. Да, когда я, значит, если уж я это буду сейчас читать, значит, дальше что у нас с reading и writing, да? Вот, слово письмо по-русски, оно здесь совершенно никак невозможно. Оно вялое, оно какое-то размазанное, оно размазанное по всем вот этим смыслам письмо, которое letter, письмо, которое сюда, и в общем, ну, никакими силами оно не лезет. Зато в русском языке, ну, правда, как и в английском, есть очень хорошее, на мой взгляд, слово текст. Причем слово текст в русском и в английском функционирует сильно по-оборотному, в русском оно, на мой взгляд, функционирует гораздо продуктивнее и гораздо ударнее, чем в английском. Поэтому, вот, мне кажется, что слово текст здесь может быть, беда в том, что такое слово не р, не р, не г. Вы знаете, это, прости бога, нет, текст предполагает, предполагает не в зале конечных продуктов, а письмо. Мне кажется, это деятельность, да? и еще и дело не о производстве конечных продуктов, а о том, кто же является собственным производителем в медной книге, поэтому на текст здесь увы, то есть кроме письма... Подожди, подожди, сначала послушаем я все равно... Да, нет, нет, я на самом деле, кстати, я с вами скупу дома согласна. Вот просто подписываюсь, потому что мне этот текст здесь не нравится совсем, но дело тоже письмо мне нравится еще меньше. И мне кажется, что вообще в идеале в конечном варианте нам каким-то образом надо от этого уходить и искать какую-то замену, которую передают вот эти два вида деятельности. Может быть, это и возможно. Хорошо? Я спрошу, что такое программа? Это, вот, это хороший вопрос. Это faceting, первое значение вашего языка. То есть скамнями. То есть скамнями. Да, да, да. Создание грани, но при этом у него еще есть значение... Это и процесс и результат. Это и процесс и результат. Это и процесс и результат. Но у него есть еще сильное довольно значение perfecting. Perfecting, refining. Вот сюда. В процессе огранки алмазов получился границ. Да. И этому границ придали такую огранку. И это тогда уже не процесс, а тихо. Такие диапазоны. Такие границы. Вот. Ну вот. Ну вот. То есть сюда можно и гранит вставить? Гранит тоже можно, но... И гранты. Я пока это ищу. Гранты. Гранты – это гениально. Вот к вопросу о чтении и письме, вот, вы знаете, что это очень продуктивное. Есть еще довольно устойчивое выражение, когда часто вы сможете... Что вы... Не, 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 я... Гранита. 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 И если еще, знаете, вы говорите, огранит таланты. Вот огранит таланты. Это тоже связано с righting reader. Гранита. Огранит таланты. Это и perfect, и refined. Огранирователь. И структурировать. Ещё. Вот здесь есть вот это... Ну хорошо, давайте я прочитаю, но опять же, тут не место извиняться, но это действительно полный вопрос. Нас загнали в ограду. Кто? Агенты. Какие агенты? Агенты ограду. Ограниченные агенты. Артистической внешности. Текст читаю и пишу. Риторика. Грань. Прервем чтение текста. Станем писать. Творим текст. Творим текст риторический. Оставим риторику. Осталось риторику ограничить. Нас в ограду загнали. Текст не проходит тест на ограду. Текст как тесто. Текст как насест. Текст ест. Он много ест. Текст справа и слева. Слева направо. Грани риторики. Вряд ли стоило строить из слов текст, чтобы его ограничить. Что мы знаем про оградку охраны? Мы читали про 13 на 149 и прочие числа. Читали про числа. Наша грамотность превосходит нашу же численность. Вопрос. У меня к себе очень помогут. В артистической. Фигня. В стремлере у вас получилось из экрифонической игры с Эверстой. Вот это да. 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 Но на самом деле этот артистический здесь. Ну. Говорю, что это проект. Артистический здесь от беды. Потому что. Да. 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 Вот appearance was arresting. То есть arresting здесь же в значении, что она именно вот. Ну. Ошеломляет. Ошеломляет. Да. Вот так вот. Да. То есть вот я пыталась. Но дело в том, что у меня. Да. Да. Меня немножко здесь. Как бы вот во всей этой ситуации. Опять же. мне. Я думала, что может быть Евгений вот мне как-то покажет. Вообще моя слабая сторона. Как тут движется смысл. Немножко вы меня как бы облегчили мою совесть. Сказав, что это действительно вот такой вот. Как бы вот откровенной вот этой цепочки нет. Есть опыт противопоставления. Да. Но при этом. При этом. Вот. Ну вот я все равно не знаю. Но вот мне кажется вот это огранить. Ограничить. И огранку охранку. Если. Какой замечательный случай. Когда можно у авторов спросить. А можно мы вот так скажем в переводе. Да. Опять же. С Шумингтоном ты так не сделаешь. Скажешь. Жор. Можно я тут у тебя пару строчек поменяю или добавлю. Вот. Если мы вот можем включить текст под эти переводы. Мне кажется, что вот это движение смысл сохранится. Мне кажется, что здесь еще дважды мы можем сохранить форму логулого смысл. Потому что это в принципе рассказ о что. Что было раньше. Да. О каком-то травматическом. Да. О каком-то травматическом состоянии. Ну да. У меня. У меня уже нет порядка. Нет. Нет. А коллега. А вы почитаете меня. Я приезжаю. Объясните сначала вот. Чего вы можете дать. Чего вы отталкиваете. Я сразу же могу сказать. Я понимаю, что сделать. Сделать текст. Сделать источный перевод. Ну, совершенно бездельно. Нам кажется, что здесь необходимо погружаться в некую, в некую, в некую, в русло. Да. Вот. И, значит, что я сразу понял. Я сразу понял, что употребление по русскому, как бы, слову, арест и витурик. В том тексте нельзя. Не волнуйся. Да. Значит, надо искать какие-то переводы. Я понимаю, почему арест не будет больше. А почему? Потому что в английском, где-то, такие слова звучат не и так. Ну, арест не хочет нейтрально. Да, да. Ну, все равно. Ну, арест есть просто многоозначек. Они не... Смотрите, они не... Ну, многое... Слово «арест» означает только одно, да? Арест в том смысле 13 на 149, да? Да. Причем в контексте, скажем, там, в узком контексте, там, 19-го, 20-го века. Поэтому слова звучали старшество, арестовое божество, вот, которое приводит фотосессию. Теперь, невероятно, смешно, да? Вот. Поэтому вот. И, значит, дальше, риторика. Это слово, как бы, очень маркированное, да? Оно маркированное. То есть, есть слова, имеющие в латинский корень, в русском языке, звучат гораздо более книжно и более ограниченно по значению, чем в английском. И по-английски. И по-английски. И по-английски это менее ограничено по значению, мне кажется. Я вообще собрался не читать, я делал для себя просто, чтобы разобраться в психике. Окружены, но тем, агентами. Какими еще агентами? Агентскими агентами, безагентскими агентами. Выглядят как захватывающе, пишуще, читающе, ораторствующе, захватывающе. Почитали мы, подписали мы, писатель, мы пишем, оратор, мы орел. Осиротило ораторство нас, охватило ораторство нас. Пишем, 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 пиш Захватывающее. Уж знать бы знать, как писать слова, что вышло захватывающее. И что же знаем мы про них захватывающих? Читаем, как 13 на 149 и всякие другие номера. Читаем про номера, чихаем на номера. Словесность наша лучше, чем наши номера. Захватывающее – это очень... То есть здесь захватывающее, конечно, порой. Мне кажется, что захватывающее расширяет этот сомитический ряд. Но в смысле передачи смысла, по-моему, это очень круто. И, соответственно, то, что связано... Глаза не включается. А у него все в компьютере. Ну что, вот. Таком сомитический. А, полевая, а помню, не надо, а не надо. То есть, что же все, все в порядке. Вот. Все в порядке. Но для сухаря нам нужно больше чисто. В смысле, тоже лучше чисто. Я просто не размещал, но я собирался читать. Нет, ну там, сколько говоря, еще, так сказать, много, что надо доводить, но, ну, вот, как бы, да, то, что вот, по крайней мере, предложен где-то... Вот, Валера, единственное, что, я не знаю, если бы я с этим работала, у тебя есть какая-то немножко такая вот эта вот детская, как не детская, такая, ну, как это сказать, юмористическая, что ли, да, интонация, вот, ироническая, игровая, вот, игровая, да, в которой, мне кажется, у Евгении это здесь принципиально нет. То есть это настолько по-английски, это настолько вот сжато, компактный текст, что уже туда может быть реагирует часть, мне кажется, ли все. Мне кажется, что у Евгении, вот, по сравнению с Валерой с вами, мне кажется, что у Евгения немножко более отстраненная интонация. Я понимаю, да. Потому что вот у Саши это есть отстраненность, да, а вот при всем, при всех отличных у вас поворотах, вот немножко вы лично, как бы, слишком лично вот отдельные интонации, ну, отдельные слова, сначала. Ну, может быть, да, может быть, я согласен, да, но я повторяю это. Нет, ну, там вот это, вот это отлично, вот там, где вот ющи вот. То есть ющи нормально. Да, 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 очень хорошо. То есть мы замещаем вот эти тр-кр-кр на ющи. Вот, а как вам, Евгения, нормально? Потому что на самом деле, на самом деле это интересная замена, да, и, но, но вполне она, как бы, как бы, не эквивалентная, да. И мы тем самым решаем вот этот вопрос с динамикой значения эрестри. Плюс, конечно, ущ-ющи, это как бы очень продуктивная. С другого. Это продуктивный звукоряд по-русски или другому, можно ещё запихать много всякого рашина. Через каждую церковь. Извините, у меня вопрос, почему вы переводите в этом случае, там как бы, мы были кем-то, а почему нет самовозврата, мы окружили, да, но как бы вот тут не уходит смысл, может быть так, что вы, вы, мы окружились, да, то есть для меня, мне это очень важно, по смыслу, тут очень много, так говоря, теряется, я бы, ну вот, я бы, ну вот, я бы, мы были замкнуты. Понимаете, вы совершенно правы в оптимой мысли, но как бы, а как вы с этим замкнуты, замкнуты, ну, я, ну, здесь же звуковись очень сильная, вот в каждом из вариантов, а потом перезамкнуты, это просто прозаизм получается, вот просто вы сказали. Я сейчас говорю про звуки, я говорю про смысл, и вот вы сказали, четвертая строчка, она очень важна, да, reading, writing, rhetoric, resting, но ведь это как, понимаете, последует как лето, вернее, зима, весна, лето, осень, это один год, это мы читаем, мы пишем, потом риторика, это выражение, а resting, это как бы возвращение, то есть это круг, и вот это движение, и это осень, а resting, поэтому, почему закатывающий, мне очень понравился. И чекали на число, мне кажется, это чекали, 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 чекали на число, да. Балет, какие у тебя есть с собой? Ну, у меня соображения, как слышишь, у... Как тебе сказать? Как тебе сказать? Если ты прием, да? У меня тут был. У меня был прием по кругу спорту. И, конечно, это, конечно, если говорить чуть-чуть о пороге, но это похоже на известную детскую игру, как сделать кончик слона, заменяя по боку, да. И вот ты этот прием, конечно, получишь более последний. А вторая, вторая фишка, которая, мне кажется, чрезвычайно интересна и важна, и которая больше менячего, так сказать, уже не зацепила, и это то, что каждое слово, или, ну, не каждое, естественно, значимое слово, в графике слова, имеют два значения, и мы должны более-менее слышать слово. В общем, в смысле, вот тот путь, который мы с этим словом закрепили, что, собственно, все остались. Да. Да. Это, вот этот, вот этот, ну, это затея здесь, конечно, реальности. Ну, а, как бы, то и другое, почему все еще есть? На самом деле, уж и хво, да, вот если мы возьмем два этих созвучия и как-то их немножко сюда еще набьют, как бы мне кажется, что будет классно. Да. 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 А ты, что ты решил для этого статьи? Вот я сейчас как раз о том, как сейчас управляю. Значит, поскольку, ну я, конечно, прав, что, если мы сольваться, что латинским словом, если чуть-чуть вольгой проживется в еврейском честном, то есть русскому тексту они передают некоторую такую отстраненность научных статей. Но отстраненность здесь есть кому-нибудь. Вот, но тем не менее, да, но мы видим, что здесь довольно много слов, ну, как это, грекло-латинского, всякого произведения, все то, что называется интернационализм, так скажем, да, вот эти все авиторики, аресты, агенты, это все вот панталоны, фраг, жилет, в общем, все понятно. И я думал, что, поскольку эти слова в разных, в других значениях, но тем не менее живут и в русском языке, то у меня очень красиво есть такой такой эскиз, я не знаю, что делать, который весь построен на использовании тех же латинских камней, этих латинских писталок, которые есть здесь. То есть агенты-реагенты, акция-реакция, и вот дальше, как-то, да, за счет этого, значит, через такое... Везет. Вот посмотрим. Реакция. Ну, два совершенно разных перевода, но каждый по-своему хороший. В Восточном. В Восточном. В Восточном, да. Ну, вот, значит, как вы понимаете, во-первых, эти слова в русском языке тоже сильно назначены, во-вторых, они строятся все про то же латинские манурии, собственно, да, как-то, да. Вот, посмотрим, что из этого получится. Ну, вот, акция-реакция, да, это, в общем, как раз... Агенты-реагенты, да. Да. Это, как раз, вполне, мне кажется, здесь найти активно. Но вот, на самом деле, лично мне, Евгений сегодня сильно развязал руки, да, в определенном смысле, в хорошем или плохом, не знаю. Вот, потому что идея, в общем, здесь заключается в том, что, действительно, ты можешь совершенно спокойно сосредоточиться на, грубо говоря, движении, динамике и трансформации созвучия. Вот, и мне кажется, что идти надо в эту сторону, но вот моя дворная все-таки проблема заключается с Великой Брайдингом. Слово, да, читание и писание. Да? То есть, вот, Валер, а вас, пишущие и читающие, это уже лучше, на самом деле, да? Другое дело, что это приводит к тому, что стихотворение из такого кристаллического становится, ну, по фактуре, как бы, это пластелина. Ну, это же. Да. Да. Ну, то есть, то есть, сохранить, конечно, вот эту вот… Ну, вообще, это самая главная проблема в русском языке при переводе – это сохранение любой угленности английской. Это понятно, потому что мы имеем, в принципе, несколько разных длинных слов, ничего с этим не поделаешь. Но пишущие, читающие, ну, тут, я не знаю… Не знающие. Да. Мне кажется, что, тем не менее, это приводит к уплате вот этой вот, грубо говоря, звукописной основы. Ну, у нас как-то все равно не к чему садят. Ну, надо сделать то, что проблема в том, что звукописная основа, что звукопись, передать звукопись одного языка на другого языка – это крыльнее всего. И, может быть, лучше, как бы, там, где звукопись на основе английского языка сделать звукопись, как бы, понятную для русского языка, может быть, отдаем некие говорили, да? Конечно, да. Ну, я знаю только один хороший пример, когда, действительно, полностью, скажите, фонетический строй вот сама… Аферия стиха одного, перфонтирует мотивию стиха другого, но именно потому, что это ровно один пример. Именно поэтому это показывает, что больше не было в этом включено. Да, конечно, это не может быть. А какую примеру? Что же? Ну, все знания. Это длиняненький, это королевка, да? Который, значит, это самое… Фир-деал шит в углубке и андовьян, кто управит королевами, что ходит по малому, да? Когда он переводит, подрефовывая к строке регионала строчку переводом. А, да. Вот. Это ровно один пример. Да, вот, 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 те руки красят, что он один, и как бы вся, вся, все строй звук повторять. Нет, есть еще и великие струки Набокова, «Надежда, I will not be back when the too much I'll try to ride». Ну вот, разум, что ли. I'll try to ride, да. Ну вот, потому что мы уже считали два времени, уже вы понимаете, что как бы, а четвертым к нему, возможно, будет еще приедать, а четвертым к нему будет. Вот, Евгений, ну вот вопрос к вам. Я понимаю, что это вопрос нечестный со стороны переводчика. Но все-таки, reading and writing, нет у вас никаких соображений о том, что это может быть по-русски? То есть, смотрите, я вот почему спрашиваю. Я спрашивала как бы о наполнении этого слова. Понятно, за то, что она совершенно понятна, какое это наполнение. Это, грубо говоря, два противоположных аспекта текстовой деятельности. Почему, собственно говоря, я себе позволила здесь слово «текст», да, при всей его внутренней использовании, да. Но, тем не менее, это два разных взгляда на текст, два разных подхода к тексту. Это правильное направление движения или все-таки здесь что-то другое сюда направляется? По-русски, 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 по-русски. Сейчас, секунду. Просто чтение там было еще связано с числами. Да, я понимаю. Вот, да. Вот, 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 вот. Я как бы, да, я сразу поняла, что это сильно нечестный вопрос. Просто хотя бы потому, что, в общем, действительно, ну, как бы, вы берете некое внутреннее свойство английского языка, в котором есть замечательные слова reading и writing, вот. Кстати, поправьте, вообще, вот, мое чтение английской литературы введения последнего года, оно свидетельствует о том, что слово writing сейчас невероятно активизировалось, невероятно продуктивно. Ну, да, ну, в последние, там, скажем, недавние, 20 лет, скажем так, да? 30 лет, может быть, да. И оно, да, и оно вобрало в себе в английском невероятное количество смыслов, включая, там, не знаю, смысл литературный процесс, да, смысл, смысл трансформации литературных смыслов, и чего там только нет. Вот, я с этим словом всегда отчаянно борюсь, когда мне приходится даже какую-то научную литературу приводить в данскину, потому что там оно, как бы, неплохо. Ну, нет, просто, ну, приварю. А здесь нам надо, помимо прочего, сюда еще, ну, как бы, здесь еще какое-то звуковое. Понимаете, это ведь, это ведь, это ведь, это ведь, это ведь возникло, если, если, если брать, кернетис, если я правильно понимаю, в очень конкретный, или из очень конкретного слова употребление, когда французы не в сороканых и не в пятидесятых, а в конце шли по шестидесятых, и, прежде всего, конкретная группа стала употреблять это слово. Некоторая деятельность, которая связана именно с писанием, это не конкретный продукт, да, это некоторая текста, порождающая деятельность. Наррация? Нет, наррация – это поислование. А здесь нет никакого поислования вообще, да, значит, письменность. Письменность – это не деятельность, это совокупность некоторых памятников. Здесь нет совокупности, здесь… Способность писать. Нет, нет. Письменность – это не способность писать. Письмо. Письмо. Почему вы? Мы с письма… А почему нельзя существить? Мы с письма начинаем. Да, мы начинаем с просто, вы сказали, вам не нравится письмо. Мне не нравится. Почему? Мне нравится. Потому что у него в русском более разном смысл, но и в моем случае, когда мне все-таки очень, так сказать, хотелось все-таки как-то сохранять вот эту вот самую звуковую основу или звуковой смысл, Ну вот слово «письмо», но оно очень такое вялое. Если почитать по-русски, то структурализм, то письмо обретает огромное… Да. Мы делали дело в том, что эти слова существовали и до фронта, и до структуры, но они существуют сейчас. Что? А ликтюр… А ликтюр… А ликтюр… А ликтюр… Да? Это нормальные совершенно мгновенные слова. А ликтюр… Вот это гибрдинайдич если… Насколько с нас воскомненьше… Мы это даже не предлагали, что… Тем более, что по ангеле... ...это есть не будет послужить... ...сихологическую ритмогу. Захват. Здесь слова «сиалистические» не маркированные. То есть, например, вы все... ...найдите какой-нибудь... ...помплексный смысл... ...социалистические маркированные. Не будет пенитрально. Я понимаю. ...пошли языководные... ...поэм... 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 ...долго ходила. У меня была еще речь, которая... ...тоже как-то... ...насыщенная... ...существенный момент... ...записывания... ...речения... ...можно я скажу еще одну... ...поэм... ...но... ...то... ...поэм... ...от очень часто каламбуры... ...тоговоры в 18-м веке... ...Поэм... ...поэм... ...нам... ...поэм... ...нам... ...письмо... ...то же... Имеют те же самые пенады. Это очень хорошее вещество. Имеют те же, поскольку речь идет о некоторых треноболях таких пенадок, из двойной части коваривания приема, слицел должен некоторым самопоизводным из-за этих шумных пенадок рождаться, то у меня еще второе второе треноболе происходило. И второе треноболе соображение у меня очень смысл. Касается того, чтобы можно читать описание, вообще не как казаться. И вот, собственно, как я уже сказал, что-то я смотрю, как реагирую, акции реакции. А вторая, значит, со словом Литрона сейчас снять. С словами правы правит справа. Далее, вот такие смутные строчки, которые посмотрим, что из них нет. Типа, да, значит, справки, поправки, правка, грант. Вот, и дальше, и дальше, значит, ближе к концу стихотворения, да, поскольку напоминаем о чем-то... И сюда хорошо встанет вот это лево-направо. Да, собственно, у меня вот тут это и есть, да, справки. А 13 умножить на 149 и прочие справки. Да, и там, наши правки выше, чем наши справки. Мы правим направо и налево. Мы правим справа налево. Да, вот это, вот это, right, 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 вот это вот ровно, собственно. Я, собственно, обрагал вчера, а вы, по-разному, сказали. Есть еще слово «проверж», вот из Галича. Да, правильно. И есть слово еще, кстати, «управлять» и «управляться». Да, и тогда вообще, говоря, вот, мы ходим от этих картинок, читать, писать, а мы правим, поправляем, исправляем. Кто это управляет, а мы с нею управляемся. Да. Или она с нами. Или она с нами. И вообще говоря, да, лично, когда мы говорим о том, что кто-то кого-то зачем-то, или кто-то что-то правит, то это такие отчетливые спектабельные отношения, это отношения власти, да, я поправляю неправильно, или, так, меня поправляют, да, я очень близко уже к другому вещанию. Да, и неправильно их дожить. Неправильно их пройдешь, спасибо. Может быть, куда-то. Кажется, да, мне это неинтересно. Ну, вот, вот, как-то, да. Я знаю, о чем я вчера еще не понял. Да, это очень хорошо. Только она немножко сужает, мне кажется, фокус. А, фокус какой-то. Вы знаете, что он… Ну, нет, она классная. Мы показываем, на себе фокус. Да, мы показываем, да. Ну, дело в том, что, конечно, добиться здесь чего бы то ни было, хотя бы примерно похожего на баллы, понятно, что не выяснить. Это, ребята, не должен в случае. Это никак не так я. Но, тем не менее, вот, нам, наверное, пора уже заканчивать и позволю себе подытожить. И в качестве новой я хочу сказать, что, я думаю, будет здорово, если мы сделаем три разных варианта. В общем, у меня была какая-то такая вот эфемерная мысль, что вот мы возьмем, устроим какой-то пул решений и из него составим окончательный текст. Потом, когда я на этот текст посмотрела, я поняла, что мечтать не вредно. Все-таки, естественно. Или как-то ворой, да. Может быть. Не надо. 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 Но, по крайной мере, в данном случае я предлагаю вам обвиняться своими вариантами, и смотреть на это как еще одно любимое современными американскими литературами слово, которое я тоже не навижу. Потому что я не знаю, во-первых, это на русском языке это open-ended. Вот, вот мы будем на этом... Да. Как там? Да, это просто! Да. 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 Ну, а девушка примерно на 35 лет? Потому что, я не думаю, что, бывало не в полной 10 раз, какая-то скидевательная диктоза, что она, то есть, там не делает результаты, просто не может скидеваться. Да, я не думаю, я не думаю, как я не взяла депутат этой задачи, никогда не скидевала такой уровень диктоза, она давала… На 17 веке. Да, но она нам гораздо более привыкликальные вещи. В общем, я предлагаю вам сделать следующее, мы отменяемся своими вариантами, и дальше каждый будет дорабатывать сбой с учетом, но как бы спокойно, свободно и без сожжения с учетом, не используя на футки для регламы тогда. Нет, мне это не очень нравится, потому что работу не сделаем идеальный дифферен. Нет, конечно, каждый сделает свой, но мы просто поменяемся, чтобы видеть, куда он пошел. Если бы три перехода рядом, то там сруб, и вы уже не можете написать, как они это сделали, что они отсюда делают. Это ради кого-то, да, это мой компонент. Да. Написать это вам по-русу. Вот. И я, так сказать, призываю всех присутствующих, если вдруг у вас родилось желание представить свой вариант. Возможно, что я не знаю, как они тоже не используют. А мне нравится ваших, запасывающих дней тоже не можете использовать, но смотрите, Валер, не совсем пребудут ваш крылья. Я посмотрю, что продолжаете, и используя то, что есть… Я становлюсь братом у этих человеком. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok